Эндоскопические операции в больнице проводят с 2006 года. Однако новое оборудование позволяет делать более сложные. Эндоскопический, то есть без разрезов, посредством водоэндоскопа. Немецкое производство, большое разрешение монитора и качественная оптика позволяют увеличивать область работы. О том, насколько видно на этих кадрах. Конечно, мы будем в повседневной жизни помогать и дальше. И понимаем, что действительно КПД тех денежных вложений, которые мы делаем и будем делать, оно будет именно наиболее высоким, если будет отвечать интересам и запросам всего или максимальной части населения нашего Пушкинского городского округа. Так что вот это оборудование, можно смело сказать, что это здоровье всех женщин и счастье всех мужчин Пушкинского городского округа. Новая стойка имеет коагуляционный блок для прижигания сосудов. Гинекологические операции – самый кровавый матка, мышечный орган, требующий больших кровоостанавливающих манипуляций. Как блок работает, показан на куске мяса. У нас была стойка, у нас есть стойка, но это дополнительная стойка, которую вы в самом начале сказали про планы пациентов. То есть, понятно, что есть категория пациентов, которые ждут очередь на госпитализацию. То есть, поступившее оборудование позволяет эту очередь сократить значительно. Если, допустим, у нас сегодня доступность двухнедельная, то, в принципе, мы, наверное, до недели уже сможем в очередь ее убрать. Это оптимальный вариант оборудования, который нужен именно нашей больнице, которая старается в своей работе использовать принципы малоинвазивности, то есть меньше вмешательств в организм. Ну, например, мы сможем делать экстерпации матки лапароскопически, то, что раньше мы выполняли только лапаротомным доступом. Теперь мы уже на этом оборудовании можем делать это лапароскопически. Это более безболезненный выход пациента после операции. Нет разреза на животе, соответственно, меньше боли. Подарили не только стойку, но и инструмент, расходный материал, насадки для работы. Лапароскопическое оборудование уже установлено и готово к работе. Сотрудники прошли обучение. Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Степан Кузин, Пушкинское телевидение.